Ну что, ребят, приветствую, приветствую еще раз. Я сегодня снял такой классный дом, вы даже представить не можете, какой классный дом. Обалденный вариант, просто по цене участков. Смотрите, вот мы от этого дома выезжаем, я прям немножко спустился, там буквально на 5 метров. Давайте попробуем посмотреть, сколько здесь стоит участок. Ну, просто вы сейчас будете говорить, там, Макс, там, дорого, и так далее. Давайте попробуем набрать, узнать, сколько здесь стоит участок. Ну, просто для интереса, да? Просто я заснял дом по реально хорошей цене. И там вид лучше, там участка. Алло. Алло, здрасте. Добрый. А почему у вас участок? 24 миллиона, там 10 соток, 2 по 5. По 12 миллионов отдаем. По 12 миллионов, да? С разрешением, с разрешением на строительство и со светом. Понял, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Слушайте, а там получается участок 12 соток уже вместе со всеми коммуникациями, с адресом. И помимо всего, слушайте, ну реально как бы дешево, дешево, дешево. Слушай, перешли, пожалуйста, мне переписку по стоимости дома, который я сейчас съездил снимать, который находится на Нижней Шиловке. По чем они хотят его продавать? Напиши, пожалуйста, им и мне напиши. Алло. Алло, Максим, удобно еще раз? Добрый день. Добрый день, да. Смотрите, по поводу ссылочек. Ну, по ОСАГО, это понятно, там все как бы, все на условиях прошлого года. А по КАСКО? То есть я вам выслала 4 варианта. Ну, по стоимости, грубо говоря. Давайте я сейчас за рулем, и я вот там напишу. Я еще долго не посмотрел. Да, да, посмотрите, потому что было у нас 4 суммы было 222 тысячи, КАСКО 181, 145 и 115. От чего зависит? Просто, ну, сообщите. Смотрите, 222 тысячи, это стоимость машины 12 миллионов и полное покрытие с франшизой со второго события, 30 тысяч. При стоимости машины 9300, полное покрытие 181, а вот которые 145 и 115, это только тотал и угон. Не покрывается ущерб вообще. Но, если честно, ну, при разнице в 40 тысяч, я бы, конечно, КАСКО оформила за 180. Ну, по крайней мере, у вас автомобиль будет от ДТП защищен. Ну, я ни разу по КАСКО не обращался за последние 10 лет, в том-то и дело. Хорошо, давайте я сейчас подумаю, просто я ни разу не обращался даже. Я сейчас подумаю, вам... Жду только от вас отмашки, какую сумму оформлю. Все, хорошо, спасибо. Хорошо, хорошо, спасибо. Всего доброго. Алло. Ток по объявлению. Разговор может быть записан. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Алло. Меня Иван зовут, АТОС Недвижимость. По вашей квартире звоню, Остров Мечты. Актуально еще? Да, актуально. Подскажите, вы собственник или посредник? Собственник. Хорошо. Делаю подборку для клиента. 22-ое число прилетает. Нужна квартира трехкомнатная для жизни. А, то наличными? Нужна квартира подходит и по ремонту, и по площади, и по району. Скажите, по стоимости в договоре, какая у вас будет указана? Полная, неполная? Вы мне ватсап, пожалуйста, напишите. Я в ватсапе вам все распишу. Ватсапе. 999-656-63-33. 999-656-63-33. 999-656-63-33. Все, хорошо, за счет. Спасибо вам. Реалтера, конечно, задалбливают. Я понимаю прекрасно, когда вы там пишете, там, типа, с реалтерами не работаю, ничего. Но, как показывает практика, люди покупают большинство недвижимости в Сочи через риалтеров. Поэтому вполне возможно, пускай риалтер продаст мою квартиру, он заработает свой определенный процент и все. Потому что так уж получается, что у нас не любят покупать у собственников, да, там, что-то всякое разное. Даже я, получается, все квартиры, которые свои продавал, продавал, получается, через риэлтеров. В то же время чужие квартиры я продаю непосредственно через, ну, сам спокойно продаю. Не знаю, с чем это связано. Ну, вот, как бы так, что в Радужном продал мне риэлтор, при том, по такой необоснованной цене, ну, прям, по завышенной цене, по максимуму, что здесь непонятно, да? Как бы, я, да, сразу говорю, я за свою квартиру скидку не делаю, но в моей квартире заложена комиссия для риэлторов. Соответственно, если риэлтор продает, я ему комиссию заплачу. Понимаете? Чтобы было у всех на равных условиях. Если, например, продам я сам, значит, ну, что? Значит, я хорошо отработал, значит, комиссию эту получу я сам. Если продавал, то это делал, значит, делал. Там никаких скидок не будет. Так же у меня сейчас почти все и работают. Понимаете? Так же все. Как бы, потому что, еще раз повторюсь, я свою квартиру продаю недорого. Я свою квартиру продаю по рынку. И мне она не горит. То же самое, что с автомобилем. То же самое. Мне не горит. Я поставил за автомобиль цену 11 300. Покупает, значит, я продаю. Не покупает, значит, не продает. Там у меня два человека думают над моим автомобилем. В общем, все как положено. Бонусом, да, я сказал, что либо я вам сделаю скидку 30 тысяч на зимнюю резину, либо я вам дам зимнюю резину, потому что у моего друга есть комплект дисков вместе с зимней резиной, новую, которую он покупал за 45 тысяч, но он мне сказал, даст за 300. Соответственно, вот как бы так. Никакие там бонусы, ничего. Потому что я знаю, что моя машина стоит ниже рынка. Потому что все заманухи, которые есть там Porsche Cayenne, за 10 миллионов, за 12 миллионов и так далее, это все Porsche Cayenne, которые надо ждать из Европы. Непонятно, с какой историей. Я уже одну машину в Европе купил. Спасибо, хватило за глаза. Все это под заказ. Можно там зависеть на 6-7 лет. Поэтому, а те, которые у машины здесь и сейчас, у них ценник уже абсолютно идет другой. Уже там все. Но я лучше буду покупать машину, которая здесь и сейчас. Не страдать ерундой. Включить на продажу автомобиля. Я хочу себе купить либо Audi Q8 заряженную максимально, либо хочу купить Range Rover Sport. Комплектация HSE тоже максимально заряженная и так далее. Именно дизельная. Что ту, что ту. Поэтому, если вдруг кто-то из вас хочет, например, пересесть на хороший, классный, не знаю, там, не стыдный автомобиль, то, в принципе, вы можете со мной сделать обмен. Обмен рассматриваю без проблем. Вот как бы так. Поэтому, ну да, поэтому вот как бы так. Потому что я все-таки хочу дизельный автомобиль. И я могу сказать, да, вот основной минус Porsche Cayenne перед Audi, это маленький багажник, бестолковый багажник. А в Audi, хоть он и купе-образный, все равно багажник больше комфортнее. На рыбалку поехать, там еще куда-нибудь поехать и так далее. И в Audi тоже один из самых больших плюсов, который для меня, это, конечно же, полный привод. Потому что я сейчас там заехал, где там снежочек, я уже побуксовал и так далее. Я думаю, ну, на Audi просто было бомба. Как бы в снег, я себя на Audi чувствую безопаснее. Ну, реально безопаснее. Поэтому я хочу именно Audi, кто катался на Audi, меня поймут. Потому что у Audi полный привод. Это просто песня, это просто бомба. Ни BMW, ни Mercedes, ни Porsche Cayenne никогда в жизни не сравнится с полным. Тем более, любой японец не сравнится по сравнению с тем, какой полный привод у нас имеется вот именно у Audi. У Audi просто песня. Я хочу вот именно Audi, если я буду покупать, чтобы была подруливающая задняя ось, чтобы можно было легче разворачиваться, чтобы была пневмоподвеска, чтобы было все-все-все-все-все-все-все-все-все, чтобы была панорамная крыша, чтобы спортивная руль, все. Ну, вот как бы такой вариант. Да, Audi стоит недешево. Там такая машина годовалая-двугодовалая будет стоить как минимум 9-10 миллионов. Ну, тот самый случай, когда я готов к Audi вернуться. Либо готов взять Range Rover Sport, именно комплектация максимальная HSE, потому что у меня Range Rover никогда в жизни не было. У меня BMW был, Mercedes был, Volkswagen был, Audi была, Porsche был, ну, Nissan был у меня, а, у меня еще Mercedes не был, не, Mercedes совсем жесть. Renault был, там, но вот ни разу у меня не было во владении именно вот английской марки, такой как Land Rover. Я хочу посмотреть, хочу вот действительно посмотреть вот именно на Range Rover, и поэтому, если продам Porsche Cayenne, я буду вот рассматривать именно между Range Rover, скорее всего, и буду смотреть между Audi A5 и Q8. Хотелось бы, конечно, я же все ждал, чтобы вышла Audi Q9, но Audi Q9 не вышла, поэтому Q8, я считаю, это классный вариант. Это единственное купе, которое мне нравится, единственное купе, которое я себе хотел бы приобрести, потому что до этого Audi у меня все устраивало, но была пустая комплектация, сейчас хочу именно полную комплектацию, и сейчас я понимаю, что для Сочи только дизель, только дело даже не в расходе. Мы сегодня с Артуром встречались, разговаривали, у него BMW X7, до этого было три Range Rover, и дело вот даже не в расходе топлива, дело вот именно в том, что ты вот заправил, вот Audi, да, вот полный бак заправил, и тебе хватает на тысячи километров, и ты редко посещаешь те же самые заправки и тому подобное. Хотя вот, если я сейчас проверну, да, если меня купят мою квартиру, я, скорее всего, заберу этот дом, да, он находится в Ебенях, находится черт знает где, потому что мы уже с вами сколько, 11 минут мы ехали до Веселого, еще 5 минут до Олимпийского парка, получается 15 минут в расстоянии, если вдруг, может быть, вполне возможно, может быть, я захочу себе купить дом, и тогда я 100% куплю себе электрический автомобиль, 100% куплю себе электрический, буду кататься на, как говорится, на электрический. Того запаса топлива, там, 300 километров, я думаю, за глаза мне будет хватать, за глаза мне будет хватать эти 300 километров, поэтому, 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 поэтому я думаю, что будет. Привет, пришли, пожалуйста, информацию по дому, который я снимал, который нижний шлоп, по чем они продают, еще раз у них все это уточни, дом хороший, я даже не ожидал, что тогда будет такая цена. Пришли, пожалуйста, полностью развернутую информацию, по чем дом, сколько квадратов основной дом, сколько квадратов у нас гостевой дом, и какая цена. Я просто-напросто не ожидал, что дом мне так зайдет. Реально по цене, даже здесь, получается, эти, которые мы с вами сейчас позвонили, участки, участки дороже стоят, чем сам дом. Самое главное, чтобы собственники, кто продает этот дом, меня не видели, а то скажут, что они слишком дешево продаются, скажут, блин, скажут, блин, что-то, ну это так. Но самое главное, чтобы этот видеоролик не смотрели собственники. Я, потому что обычно не спорю с собственником, какую цену ставит, такую ставит. Хочет ставить выше, ради бога, пускай ставит выше. Хочет ставить другую цену, пускай ставит другую цену. А так, конечно же, если куплю себе дом, то я куплю себе тогда электричку. И, скорее всего, это будет Audi e-tron, потому что к Audi у меня очень большая любовь проснулась. Я считаю, что, наверное, Audi это лучший автомобиль. Я, конечно, понимаю, что сейчас кто-то смотрит владельца Toyota, там, Nissan, там, еще чего-нибудь. Там, Lexus будет, там, сейчас у меня там спорят со мной двусерачки. Но обычно это спорят двусерачки те, кто не передвигался на Audi. А те, кто на Audi немножко попередвигался, конечно, у них уже мнение складывается абсолютно другое. Ну что, давайте попробуем с вами доехать до... сколько у нас получается? Поверим, 15 минут до Веселого и с Веселого еще 5 минут до Олимпийского парка. Ну, 20 минут, в принципе, не особо, не критично, да, там, плюс еще там, где большие заторы были. В принципе, не критично. Из плюсов того места, куда мы выезжаем, это вид потрясающий на море, вид на горы, да, это тишина, спокойствие. Это, конечно же, удобный заезд. Это недалеко находится школа. Но если вдруг придется в школу возить, например, в Сириус, ну, 20 минут в школу страт вести, я думаю, не критично это, не критично. 20 минут это не такой большой временной промежуток, за которого стоил, да, например, сейчас, да, уже давайте вернемся к расходам. Здесь дело, почему вот именно в расходе, потому что, когда на Ауди ты привык, например, залил ты полный бак этой солярки и все, да. И ты берешь просто и там, и забываешь потом про... А здесь вроде емкость такая же, так же ты залибываешь, но все равно здесь ты берешься там, на заправку заезжаешь чаще. А что такое заезжать на заправку? Ты теряешь свое драгоценное время. И это не может не огорчать. Расход-то без разницы. Какой разницы, какой расход, все равно придется. Почему еще хочу вот, например, Ауди и Етрон? Ну, потому что там, посмотрел, там, в принципе, обслуживаться машин особо нечего. Люди не верили, что впереди камер. Особо и обслуживаться не нужно. Взял спокойно и все, и катаешься. ПТО выиграет, письмо, и экология, в конце концов, выиграет. Не знаю, я думаю, что будущее все равно за электричками. Опять же, динамика на электрических автомобилях лучше. Поэтому вот я вот сейчас все-таки и настроен именно на настроение именно, что такое совершить. Порш, да, классная машина, все классная. Но не по тем местам, куда я обычно передвигаюсь. Вот вы сами видели, да, куда я сейчас ездил. Не для этого. Порш немножко не для этого создан. Однозначно не для этого. Вот, либо так. Порш-то вот такая дорога, а еще лучше на треке. Все для этого сделано, для спорта, там, наваливать, там, не знаю, нагибать всех. Ну, мне просто это уже не нужно. Ну, прям, я уже не в том возрасте. Ну, все, где 42 года, ну, какой там, какой нагиб. Мне же не 20 лет, я что-то пацаненок. А вот Audi Q8 хорош, нормальный, бюджетный, пенсионерский автомобиль. Ну, я так считаю. Ну, я сейчас расскажу, сколько дом стоит. Значит так. Дом в Адре 140 квадратных метров. Это был основной. И гостевой дом 40 квадратных метров. Но участок 8 соток официально. По факту 12 соток. Значит так. Новая заделка мебелью. Никто не жил. В нем канализация, септик. Вода. Вода скважина. Электричество 15 киловатт. И. Газ можно провести. Да, там газ был рядышком, но люди не забывают, когда переезжают из регионов. Они боятся газ, что может взорваться, либо еще что-нибудь. Поэтому есть такая фобия. И многие предприставляют электричество. Цена 33. 33 миллиона. На секундочку я сейчас звонил, узнал участок. Участок меньше, там, по площади стоит 24 миллиона. А там еще вкладывать, вкладывать, вкладывать. Огород с большим каноносящим садом. Много хурмы посажено. Молодые мандарины, черешня, инжир, цветы. Под балконом есть... Балконом есть место, 10 квадрат метров, 2 метра ширина. Та-та-та-та-та-та-та-та. Дом построен капитально, 18 звай до Аргелита. В общем, как бы так. Дом из Крымского на Ракушечника. Подборная стена от соседей. Забор по периметру дома сдан. Возьмотацию. Адрес присвоен. Классно. За 33 миллиона рублей, ребят, это подарок. Там очень дорогая... Там пускай даже это классика, там, да, неоклассика. Но хорошая... Хорошая кухня. Хорошие столы. Хорошая мебель. Хорошая кровать. Ну, я имею в виду хорошая, качественная. Качественная, понимаете? Не, конечно, шерботреб там, типа, современный, но пустые. Да, ну, вот именно качество просто бомба, ребят. Качество просто бомбическое. Я считаю, что это просто подарок. Получается, вы покупаете землю с подносящим садом. А это тоже денег стоит, это все высадить. И, по сути, у вас дом идет просто-напросто в подарок. Вы покупаете, по сути, землю. Вы покупаете, по сути, землю. Поэтому, если вдруг кому-то мечтает жить на земле, кому-то хочется гостевой дом. Да, гостевой дом тоже сделан капитально. Я сегодня заснял на сваях. Ну, дом реально с ремонтом. Все классно. За эти деньги это обалденный вариант. Вот, клянусь, вот, если я продаю, вот, сейчас этот парень мне написывает, остров мечты, вот, если я продаю остров мечты, да, я куплю себе этот дом. Не буду никого спрашивать, ни у папы, ни у мамы, ни у кого. Это дом в стиле шале, с двухскатной крышей. Он меня полностью устроил. Как бы, вот, этот гостевой дом, посмотрелось, там можно еще дополнительно баню сделать. Там эти деревья красивые, все. Вот, я вам серьезно говорю. Вот, и парковка, и заезд шикарный. Я говорю, вот, если вот я продам, сейчас выяснится, да, если это, я очередное разводил от риэлторов. Вот, если я продаю себе, ну, продаю квартиру, я прям себе покупаю этот дом. Вот, если я продам квартиру и не куплю этот дом, то я буду, бомб, вот, вот, я вам серьезно говорю. Вот, я буду вот именно таким. Но я таким быть не хочу, вот, но я говорю прям точно. Пока, вот, я понимаю прекрасно, что немножко выбивает за мой бюджет. Да, немножко, может быть, ремонт не в том духе, не в том стиле, который я хотел бы себе. Но ремонт качественный, ремонт прикольный. И кухня, да, пускай там такая, ну, я думаю, нормально. Просто дом в таком стиле сделан, но я думаю, нормальный вариант. Да, есть там небольшие моменты, которые меня не устраивают. Это то, что отдельная кухня и отдельно зал, меня это не устраивает. Но, с другой стороны, прикольно все. Наверху две спальни, как мне нужно. Наверху санузел. Дом монолитный. Ракушник, я знаю, что ракушник это классный материал, обалденный материал. Лучше, чем, знаете, у нас используются такие анализистовые блоки и так далее. Видел там, как он сделан на сваях, все. Вижу там баньку, бассейн, все это организовать. И, я думаю, с газами тоже там без проблем все решу. И самое главное, дом с ремонтом, заезжай и живи. Адрес присвоен, все присвоено. Поэтому, ну, я в любом случае вам покажу этот дом, потому что грех не показывать такие дома, потому что это действительно горячее предложение. Это действительно хорошая, адекватная цена. Действительно очень круто. А вы говорите, я ленивый. Я взял, не поленился и съездил, да, вот с центра Сочи съездил, чтобы отснять один дом. А вы говорите, что я ленивый. Нет, я не ленивый. Сейчас как раз посмотрим, сколько ехать до центра Сочи. Ну, наверное, час будет езда. Ездюлька. Целый час мы будем ездюкать. Здесь, да, вот эта основная пробка есть на улице Бластелла. Всегда, в любое время суток. Поэтому, например, ту локацию не хотел бы. Вот это сейчас мы увидели, как всех подрезал и обгонял на Волге. Сейчас он вклинился. Тоже с крайней левой полосы направо повернул. Но если бы водители не пропускали, не были такие слишком добрые, то у нас бы этого беспредела на дороге бы и не было. Все должно быть вверх. За бортом плюс 6 градусов. Реально прохладно. Ребят, дом, кому нужно, на 12 сотках земли, с садом, с гостевым домом. Притом, в гостевом доме тоже вся техника дорогая. Там же, я думаю, можно там сделать, достроить или пристроить баню. Хотя там лучше бычковую баню сделать. Дом гостевой прикольный. И поэтому получается, если есть гостевой дом, то смысл делать три спальни в основном доме. А так получается вот как бы так. И получается гостевой дом. Он с таким высоким бутылком. Мне круто. Все очень круто. Мне очень все понравилось. И опять же, самое главное, это хорошая дорога на расстоянии 150 метров. Также сразу магазин. Допустим, что хочется, чтобы была автобусная остановка, чтобы был магазин. В целом, я в таком доме вижу. Вид на море, вид на горы. То, что вы обычно не желаете. Ну и опять же, сейчас район с шутком развивается очень хорошо. Смотрите, мы сейчас проявляем с вами интересный дом. Здесь есть пентхаус. Вместе с бассейном. На крыше. Это не самопальный бассейн. Это бассейн, который изначально... Ну, это же сплошная линия. Ты что, что делаешь? Это не просто там бассейн. Это именно было запланировано. Продается недорого. И там можно в том числе и застеклить. Получается пентхаус 80 градусов метров со своим личным бассейном на крыше. Если не ошибаюсь, около 30 миллионов рублей. Это очень хороший вариант. Я тоже снимал видео недавно. Можете это посмотреть. Действительно хороший, короче, вариант. Сейчас взять, сделать ремонт. И такой пентхаус будет. Стоит минимум миллионов 80 и меньше. Все-таки до моря здесь пешочком, все. Поэтому тоже имейте это в виду. Почему у нас больше груз едет в крайней белой полосе? А что отъедет? Сто процентов. Блин, ну что у нас сегодня? Ну, может быть, поехать купить кольцо, сделать предложение. Раз сегодня у нас такой прекрасный, знаменательный день. Может быть, есть смысл сделать предложение. А, ребята, как вы думаете? Ну, разбирает. Нашлой дом разбирает. Танта-Атлер. Восстановление сносим. Урорт на городок. Ну, пожалуйста. Ну, мы на трассе едем. Ну, сместись ты. Тебе что, обязательно нужно сигналить, что ты понял? Я понимаю, там... А, он еще и поворачивает направо. До последнего ехал в крайне левом ряду. Вот там Ашот. Представляете все? Ехать до последнего в крайне левом ряду, что потом через два ряда повернуть направо. Вот, а еще, говорит, почему у нас недолюбливают вот именно этих водителей, да? Тащиться. У него перед ним здесь никого не было. Эта машина сейчас только появилась. Просто был свободный левый ряд. До последнего тащился. И потом берет и поворачивает с крайней левой полосы. Поворачивает просто направо. Ну, я считаю, это просто свинство первостепенной степени. По-другому это никак не назовешь. Это просто свинство. Ну, ребята, вот здесь скорость 90 км в час можно ехать. Понимаете? 90. И ему запрещено, но он не обгонял ничего. Офигеть просто можно. Из этого и образуются и пробки, и заторы, и так далее. Да, последнего ехал в крайне левом ряду. И потом взял его и решил повернуть направо. С крайней левого ряда. И там просто... По-другому напусть свиньи, по-другому назовешь. Я сейчас так в такси стал разговаривать. Тоже проезжаем в шикарнейшее место. Очень много зелени. Но здесь есть определенный депрессняк. Здесь много старого фонда. И сейчас мы с вами будем проезжать... И сейчас будем с вами проезжать... Дорогу, которая поворачивает на ручей Витли. И там у нас, в принципе, самые такие дорогие коттеджи. Самые дорогие коттеджи. Нет, сейчас посмотрел дом на 12 сотках. И уже, знаете, уже не хочется смотреть дом на 3, на 4 сотках. Тем более, там, ну, до 2,5 соток семьи. Понимаете? Сейчас посмотрел этот дом. Я как представил, что это сейчас весна. Это все будет. Это сад твой. Посмотрите третий ролик. Вам зайдет. Вам понравится. Однозначно дом понравится. Конечно, много будет хейтеров. Много будет псевдоэкспертов. Однозначно будет. Ну, цена решает. 33 миллиона. Это стоимость участка в 13 соток. По идее, участок в 13 соток должен стоить там 36 миллионов рублей. А это дом, 2 дома покупаете с ремонтом, с техникой, с мебелью, с полноценным полносящим садом. Не просто там с двумя деревьями, а там как минимум 5 соток это сад. Потому что многие, даже и мой папа хочет сад, но не хочет, к примеру, не знаю, но, к примеру, не хочет, например, вот, там, картошку сажать, морковку сажать и так далее. И я тоже так хочу, я вижу свой дом, сад я хочу, сад апельсин, му, там, сорвать и так далее. Но картошку сажать не хочется. Хочется, ну, не знаю, там, пару кустов помидор. И так действительно хочется. Давай, 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 давай. Молодец, сразу включает аварийку. Нифига себе это здесь встали делать. Красавцы. Обалдеть. Конечно, надо пораскорячить жестко. Знаки дальше надо ставить. Так, значит, да, у меня сегодня встреча вроде с психологом, такая у меня не оббесилась. Да. 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 Обалдеть. Добавайте, пожалуйста, сейчас подъеду. Хорошо. Хорошо. Давай, пониже. У тебя же плюс такой Toyota управляй Тем более уже заранее знают, что ездить не самое лучшее, что ездить на Toyota Уже даже гроб собою сносить случай Это у нас Toyota филов, особенно когда ездят на самом дешевом автомобиле Потому что пикап самый дешевый из линейки Если мы берем с вами грузер, Сотку, Прад и так далее Но они хотят всем отдать, что они ничем не хуже, даже лучше Поэтому мы надеялись за маневром с полосы, который предназначен прямо Он поворачивает направо Потом, соответственно, где можно в левой полосе ехать Он едет и весь ряд тормозит Это вот комплекс людей, у которых в меру хорошая машина И они всем пытаются всегда что-то доказать У них прям такой комплекс Я замечал это в основном владельцы Toyota Особенно себя владельцы Prado плохо чувствуют Они прям, когда они будут до последнего ехать Будут тоже там не уступать, препятствовать И обманываются Тут снег начинается И я маю Нет, он нет прям комплекса Сейчас сзади меня никого нет Он не едет Сзади меня никого нет Но он все равно будет последним ехать в левом ряду Вот я знаю, что у меня много владельцев Toyota Меня смотрят, да? Потому что очень много Дальневосточных и так далее Скажите, пожалуйста, вот почему у вас такие комплексы? У меня, ладно, комплекс тоже есть Он мне мешает ходить, мешает танцевать А у вас почему такое, да? Вот почему вы себя ведете на дороге И вот владельцы больших грузов Вот тоже Тоже напишите в комментариях Я знаю, что мне тоже сказали те, кто дальнобольщики и так далее Почему вот, например, до последнего, например Будет ехать в левом ряду С крайней левой полосы Будет поворачивать направо Почему будет держать ряд левый Почему на дороге за городом Где у нас есть знаки Которые позволяют ехать больше, чем 60 минут в час Ну, зачем вы так все ведете? Мне просто интересно Но к тойотовцам больше вопросов Потому что в основном это у нас Toyota Владельцы Toyota И еще вопрос Зачем на пикапе, где просто огромный багажник Зачем возить с собой гроб? Тоже, ребята, вот если кто катается у нас с гробиком Пожалуйста, тоже не дайте Вот нифига себе Здесь еще, оказывается, и снежок Здесь, может быть, даже голодет Афигеть Надо ехать аккуратно Видели, да? И снег идет Да, и снег идет Он едет на Porsche Ему нифига доказывать Он все уже всем доказал Едет спокойно в крайне правом льду Никому не мешает Ничего Ну, красавчик просто Чего не скажешь про Если бы сейчас ехал бы на Prado Он в льду потихонечку полз бы И тому подобное То есть, бывает, здесь все снега Все больше, больше и больше становится Да? Вот, кстати, можно вырветь Потому что вырвут Ну, блин, реально, может быть Пойти купить кольцо И сделать предложение Хватит в девках ходить Хватит в девках ходить Ну, кстати, дождь зимой И снег начинается, да? Ну, я же говорю, вот Тойота, кстати, Тойота РАФ 414 И он тоже будет ехать на последнем Потому что у него, ну, не знаю Ну, что ж у меня Тойота Ну, что ж у меня Тойота Я такой уж как все На этом покончил И у человека близких Останутся чисто Слушайте, смотрите Ну, до острова мечты 40 минут Ну, плюс мы там постояли в заторчиках И так далее Я считаю, очень даже хорошо С той локации на 40 минут Ну, ничего страшного Я просто сейчас пытаюсь проанализировать Досуг где я провожу Досуг я провожу в основном Досуг я провожу в основном Там рыбалка Да? Либо лыжа Ну, смотрите, до лыж там получается До основной трассы Ну, в принципе, то же самое, что и отсюда ехать Особо ничего не теряю Потому что до веселого 15 минут Плюс 5 минут еще до выезда На Красполяну Да, с того места С Шиловки до Красполяна Примерно выйдет на динаму Досуг 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 Ну, здесь вот Про Тойоту Алло Слушай, а сколько в Шиловке на Красполяну ты едешь? Через Веселая же? Да Ехать? Да По времени или как? Да, по времени Ну, минут сорок Ну, здесь, получается, ты до веселого в любом случае Минут 15 ехать, да? Вся 10-15 минут, да? До урожайной И дальше уже спокойно, легко передвигаться, да? Стандарт, получается Ну, да Подъездной Там все эти шерешные смыслы Ну, конечно Конечно Ты где? В Сочи? Я, да Вот на Стандарт Снег идет Снег идет, да Это тоже уже вернулся На Тойоте, я жалко не говорю Ладно, давай, Макс, мне неудобно все Давай, да Хорошо, давай Да Тоже, видите, на Камре ехал На последних ходе, где он приду пока Ты его возьмешь и не посигналишь И все И только после этого он уже начинал что-то там придумать другое Слушайте, ну реально снег начинает софигеть Да, лучше, конечно, я думаю, что завтра лишний раз только они дергнутся И в баню, я думаю, мы сказать сегодня пойдем Потому что можем, вероятность, что мы можем на Ахулю приехать И с Ахуна потом и не переехать Потому что в марте месяц у нас такое уже было Хотя температура показана плюс 4,5 градуса Но при этом Вы знаете, не особо комфортно А вот на Дагомесе, на перевале, там скорее всего снежочек-то есть Там скорее всего снежок есть, прям даже много снежков Ну да, блин Когда у тебя летняя резина, ты уже начинаешь пиздеть Даже если не летняя резина Ну, что же даже Циан стали рекламировать Потому что доверие землеплощадкам, ни Циану, ни Домклику, ни Авито сейчас нет Один развод Развод, еще раз развод И если честно, там одно месяц сейчас разворачивался Там был снег, и со мной сел Всегда Петро показывал дом И там я прям потащил жестко Там он наш запздел Просто многие спрашивают, откуда у меня такой километраж Откуда на Каене пробег уже 37,5 тысяч Ну, вот так вот мотаешься туда-обратно И все, вот вам и ответ И снежочек идет Слушайте, ну ладно вечером-ка И пока шестьwe ?" Ну, когда щас днем снег идет Это просто... Это что то из категории Фантастики Мы сейчас доехали до Мамайки До Мамайки да, прям комфортно Да 45 минут, ты готова Оуууууууууууууууууууул Ммай Nakita Вот настолько сложные Поймала себя на мысли бы есть такой дом себе взять вы посмотрите видео ролик там да еще 40 по 20 метров гостевой дом где кухня гостиная еще и это то может даже квартиру в сочи и для дочки не держать я приехал осталась в гостевом доме вроде рядышком не мешает хотя в основном доме тоже спальня есть на чем подумать думать буду размышлять кстати вот с левой стороны есть жилой комплекс rd house мне там есть хорошая квартирка с ремонтом если кому-то нужно тоже можем рассмотреть хорошая квартира я серьезно говорю прям классная квартира интересно сейчас я отправлю деньги вот такая большая получилась экскурсия у меня уже получается помощница в этом месяце заработала 100 тыс все эти комиссии мелочи а приятно согласно на белки ка есть страшно на старостепенную страшно ну что ребят все хлопья все больше 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 так подумаешь что находишься непонятным делом привет ты уехал на снег пошел эти видео сейчас пришлю прикольный снег как ты доехала как доехала пойдет за два с половиной часа потихонечку потихонечку доехала видимость плохая была страшно было ехать или там все тихо ехали до туманно вот как мы на лыжи поднялись бы то же самое было туманно и вообще ничего не видно вокруг да я ехала как много потихонечку жизнь попрощалась я еще и получается одна полоса чистая а все остальные там прям сугроб и то есть на скорости заезжаешь на сугроб машина вообще полностью сносила то есть ну как бы даже близко вообще никак не как а за форуме ездить и вся грязь в лицо но в общем кое-как доехала плохо еще нормально больше так не будешь есть такую погоду страшно было не буду нам куда девать это переживал вы не спал лег только в час ночи пока приехал послал тебе уже название потихонечку доехала ну давай подал там только грохоту я такая думала уже хана давай напиши мне что там отчего с квартиры так далее напишем и все все давать свой пока развить и куда доехала просто 6 поэтому ну что жестко жестко пошел и быстренько смонтирую для вас видео домика домик действительно крутой классный вам понравится всем вам хорошего строения больше вам позитива всем добра и пока